Если навигатор по нажатию на кнопку навигации не включает Navitel, значит пропал путь запуска. Отдельно, как прописать путь запуска, если в меню есть кнопка путь запуска, я рассказывал в другом видео. В этом видео я хочу рассказать, как заставить кнопку навигации в навигаторе видеть папку с Navitel и файл с Navitel, то есть видеть саму навигационную программу. Я сейчас наглядно покажу, вот здесь в настройках у нас нет кнопки путь навигации, то есть мы не можем вручную прописать. И мы не знаем, как должен называться файл, куда файл сама папка, в которой должна ссылаться кнопка навигации. Вкратце, если у многих навигаторов, особенно у старых, есть текстовый файл в корне навигатора, в основном он называется shell.ini, это текстовый файл блокнотовский, в котором прописан четкий путь до папки с Navitel и до файла Navitel. Вот, если этот файл отсутствует, то есть форматировали внутреннюю память, либо сделали сброс до заводских настроек, еще какая-то ситуация произошла с навигатором, полностью сел он сбросился там и так далее. Если вот такая ситуация случилась, то в корень навигатора нужно положить файл для этого конкретного навигатора. Я положу сейчас в описании файл shell.ini, который нужно класть в навигаторы, престижево почти во все. Но еще также в описании добавлю, как могут пути запуска навигации на других навигаторах называться, прям в строчку. Можете попробовать в файле shell.ini поменять путь, который будет, на тот путь, который подходит вашему навигатору, либо перебирать все по очереди. Итак, мы сейчас навигатор подключим к компьютеру. Перед тем, как подключить его к компьютеру, я ему включу сейчас режим съемного диска. А, ну вот, накопитель, он уже включен. И попробую подключить. Включился режим съемного диска, переходим к компьютеру. Итак, мы видим свой навигатор, внутренности его. Мы видим папку navitel, но почему-то нет файла shell.ini. Его можно как бы взять из записания, это проще всего, либо создать самому из блокнотского файла. Мы пойдем по легкому пути и возьмем на записание. Вот мы его видим, вот я его на рабочий стол себе взял. Сейчас я внутренность его покажу, а здесь через слэш просто прописан путь резидент флэш внутренней памяти аппарата, папка navitel, файл navitel. Если нужно поменять папку, название папки, то есть вот мы сейчас возьмем и изменим название папки navitel на mobile navigator. Берем папку, обозвали mobile navigator, это просто я вам для наглядного, так сказать, примера. И файл назовем, mobile navigator. Все это сохраняем, это тоже закрываем. Файл shell.ini кладем в корень навигатора. Он маленький, он там килобайт что ли весит, 3-4 байт все. Открываем этот файл уже будучи на навигаторе. Внутреннюю память составляем так, как есть, а папки меняем название mobile navigator и файл mobile navigator.exe. Мы этот файл сохраняем, теперь он у нас будет запускать не navitel, а mobile navigator. Надо назад поменять. Перепечатываем. Меняем название не только папки, но и самого файла. Все, сохраняем этот файл. Теперь он у нас запускает navitel и не забываем менять папку. Вот, в принципе, и все. У остальных навигаторов может быть файл не shell.ini, может как-то по-другому называться. Я в описании все, что знаю об этой проблеме, я в описании все напишу. И если есть какие-то файлы, я их все приложу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!